Саратов превращают в закрытый город. По крайней мере, это касается небесного сообщения. Об этом на пресс-конференции заявили руководители крупнейших саратовских туристических фирм. Речь идет о введении с 26 октября запрета на полеты за рубеж компании «Саратовские авиалинии». Такое решение, в частности, связано с тем, что в кабине пилотов во время полета в Турцию находилась посторонняя пассажирка, 22-летняя дочь гендиректора компании Игоря Третьякова. Саратовские туроператоры возмущены тем, что их поставили перед фактом о запрете полетов. В результате сорвалось путешествие как минимум у 500 саратовцев, которые в ближайшее время собрались лететь в Египет, Турцию и Болгарию. Бизнесмены уверены, туристическую отрасль в Саратове уничтожают намеренно. Мне когда позвонили, у меня вот просто уже, ну я не знаю, у меня не то, что руки опустились, мне просто стало физически плохо. Вот просто физически. Ну нельзя так, я не знаю, с людьми обращаться. Число, обратите внимание на число, 26 октября. Каникулы, я везде об этом говорю. То есть это самые загруженные рейсы. Ну как, я не знаю уже, кому обращаться и как, но когда уже будут обращать внимание на людей, на детей. Такое впечатление, что хотят просто убить всю эту отрасль в нашем регионе. Я понимаю, конечно, что многие туристы и к нам сюда поедут посмотреть наши Кудеяровые пещеры, Хлавынская и так далее. Но основные деньги зарабатываются и налоги с этого бюджета, конечно, с дальних путешествий. Саратовские туроператоры надеются, что через некоторое время зарубежные полеты из Саратова возобновятся. Гораздо сильнее их беспокоит потеря доверия населения. Ведь репутацию им придется восстанавливать не один год. Чиновники областного правительства тревог туроператоров не разделяют и уверяют, что делают все возможное. Естественно, мы работаем со всеми перевозчиками, с нашими из Саравиа, пытаемся выяснять, и с этим министерством, которое курирует. Непосредственно Министерство спорта и туризма не курирует вопросы, касающиеся вот технического, Росавиации, перевозчика. Естественно, мы взаимодействуем со всеми остальными ведомствами. По предварительной информации вопрос в ближайшее время должен быть решен. Он рассматривается, пока я не уплономощен, говорить какие-то более конкретные вещи. Но мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, и люди будут летать. Туроператоры объявили, что их клиенты, которые должны были лететь из Саратова, смогут отправиться из аэропортов Самары, Волгограда и Москвы. Тем, кого это не устроит, обещают вернуть деньги в полном объеме. Со своей стороны, саратовские авиалинии, из-за которых туристы и оказались в непростой ситуации, пообещали вернуть деньги тем, кто планировал лететь в Египет после 24 октября.